Всем привет и приветствую вас на моем канале за микрофоном Качество Плагиата. Добро пожаловать в очередную часть обзора карт нового дополнения Мастерская Чудастера. Мы уже практически подходим к концу и сегодня мы с вами посмотрим на все карты, которые будут добавлены для мага. Маг, как вы знаете, в последнее время за последнее дополнение был моим любимым классом. Ну, в принципе, он таким остается, но это, конечно же, напрямую зависит от его играбельности в мете. И в этот раз, в отличие от, например, того же самого обзора карт на Demon Hunter, ожидайте какой-то супер глубокой аналитики от эксперта топ-9 и все дела. Но мы, естественно, не будем терять ни минуты, всем уже интересно увидеть, что же там маг будет колдовать. Все как обычно, ставим 1 тысяч лайков, ставим 2 тысяч лайков, 2 тысяч лайков, стабильность признак мастерства. Ну, а с микрофоном Качество Плагиат. Давайте уже перейдем к новым картинкам и посмотрим, что же маг будет наколдовывать в году Пегаса. Итак, не будем терять ни минуты. Вышел анонс нового дополнения мастерская Чудастера и предзаказы уже можно сделать. Через нас доступны предзаказы абсолютно всех пакетов, которые только доступны. Маленький предзаказ, большой предзаказ, какой хотите, такой берите. Можете просто оформить предзаказы и ждать 3 дня после того, как вам пришлют его подарком на аккаунт. Либо сделать чуть быстрее, просто закупиться через нас руническими камнями и оформить свои предзаказы раньше времени. Так или иначе, все уже можно оформить по ссылке в описании через мой магазин в Телеграме. Напоминаю, что Гарант сидит прямо перед вами, вот вы на него смотрите, проводит стримы, заходите, спрашиваете, все что угодно. Но если этого недостаточно, так уж и быть, покажу вам. Уже там, не знаю, сотни тысяч отзывов положительных, иногда есть отрицательные, да, их лучше вот выводить, поржать можно. Огромное количество довольных клиентов, быстрое оперативное выполнение заказов и рабочая техподдержка 24 на 7. Чего еще можно желать? А, ну да, новый предзаказ. Переходи по ссылке в описании и получай свой билет в мастерскую Чудастера раньше всех. Итак, начнем мы с вами с Кадгара. Да, сначала мы посмотрим на ту карту, которую сразу же продемонстрировали на мага, взглянем на нее еще раз, оценим ее немножко по-другому, потому что сейчас показали уже все карты на мага, и теперь мы можем примерно понимать вообще, для чего этот головоломщик Кадгар был вообще добавлен. Напоминаю, что это 6 маны 5-5 боевой клич, вооружает вас в сфере мудрости 06, которая применяет полезное заклинание мага. Полезное заклинание мага, к сожалению, это не все подряд заклинания, а отдельный пул стандартных базовых заклинаний на мага, которые будут еще и к тому же рандомно разыгрываться. Скажу так, изначально Кадгар выглядел как довольно-таки сильная самостоятельная карта, которая просто будет не лишней вообще в любого мага, да. Вы его ставите, получаете эту сферу, сфера там наколдовывает все что угодно, возможно вам сильно повезет, она колданет там что-то суперсильное, возможно нет. Но в любом случае 6 заклинаний, ну скажем так, псевдо бесплатных вы за 6 маны получаете, плюс еще тушка 5-5. Если вам эту сферу мудрости не сломают, то, соответственно, заклинания будут халявными и они просто будут помогать вам по мере игры после выставления Кадгара. Но в связи с тем, что она практически не синергирует ни с какой картой, которую показали дальше, магу добавили элементалей, магу добавили заклинания, которые требуют выполнения условия того, чтобы у тебя в колоде вообще ни одного существа не было, да. И тут ты смотришь на этого Кадгара и думаешь, боже мой, а зачем ты вообще всрался этому магу в новом году? Посмотрим, что с ним будет, пока что Кадгара выглядит как сильная самостоятельная карта, все еще, да, конечно с элементами рандома, но в этом весь маг. Однако после того, как я взглянул на все новые карты мага, первое, что мне захотелось сделать, это поиграть на маге вообще без существ, и Кадгар, конечно же, туда не заходит. Если будет играть старая вариация магов, да, сиф маг или какой-то маг там на рандомных заклинаниях крутых с Кадгаром, да, то Кадгар туда, конечно же, впишется. Если будут играть на no minion маге, то зачем он нам нужен? Итак, теперь перейдем к совершенно новым картам. Первая карта это ошибка на производстве, это новое редкое заклинание за 6 маны, вы берете 3 карты, если в вашей колоде нет существ, они стоят на 3 единицы маны меньше. Первое, что я хочу сказать, это ошибка на производстве, абсолютно никакой к школе заклинаний не относится, то есть вы их не сгенерируете, эту карту нужно будет отдельно как-то раскапывать, либо, ну, класть в колоду. Ошибка на производстве, в принципе, это сильная карта, это буквально не занерфленный череп Гулдана на ДХ, только вам не нужно тут соблюдать изгой, да, ключевое слово. Вам нужно просто сделать так, чтобы ваша колода вообще была без существ. Думаю, что собрать колоду без существ на маге современном довольно-таки просто, ну, даже не то, что на современном, ну, на будущем тем более, потому что добавляют дополнительные синергии. Ну, и с будущими вот этими крутыми заклинаниями, которые будут дополнительно генерировать вам существ только в руку, либо получать очень хорошие бафы за счет того, что у вас нет существ в колоде, да, получится очень веселый казино маг без существ. Однако, насколько веселье вот этого казиноча, от этого полного рандома перетекает в стабильный винрейт, ну, сложно сказать. Есть у нас уже такие прецеденты, то есть это разбойница на Скорпионе, которая может как захайролить, так и полностью вам заруинить вообще игру, не дав никакого хорошего ответа, генерировав вам в руку там буквально один дроп заклинания, которые дальше не уменьшаются, да, не удешевляются. Либо если мы посмотрим на современного аромат мага, да, который там тройкой эпической превращает все заклинания в рандомные, и там иногда тебе выпадает какая-нибудь три штуки плети, да, в одной руке, а в другой ситуации, ну, 10 колодцев, которые ничего в итоге не дают. И ромат в итоге, ну, ничего тоже не дает, вот ты сидишь с помертыми картами и проигрываешь плохому рандому. Да, рандом это, естественно, конкретная составляющая будет винрейта положительного или отрицательного для мага без существ на таких вот заклинаниях, но сам факт того, что за 6 маны вы будете добирать целых 3 карты, и вы будете все эти карты удешевлять на 3, не может не радовать, очень сильный баф для выполнения такого штрафа. Следующая карта это поиск отличий, это новое обычное заклинание за 4 маны на мага, вы раскапываете существо за 3 маны, если в вашей колоде не отсуществ, раскапываете еще одно. Честно говоря, поиск отличий я считаю вообще полным мусором, а не картой, потому что я думал, что за 4 маны ты будешь раскапывать существо за 3 и призывать его моментально. А здесь, я сейчас даже посмотрю на английской локализации, вдруг все-таки, вдруг все-таки это не супер говно карта. Нет, на самом деле, вы просто раскапываете за 4 маны существо за 3, и если у вас нет существ, то, ну, в колоде, да, вы раскапываете 2 штуки существ за 3. Спасибо, что раскапываете, а не рандомно генерируете, но если ты после этого это существо не выставляешь, то какой в этом вообще смысл? Я считаю поиск отличий, ну, мусорной карты какой-то супер неприятный, ну, не знаю, мне кажется, что это вообще как-то не вписывается в концепт. Если бы оно сразу призывало, то тогда еще понятно было, почему, ну, ты 4 маны на это тратишь. Ну, особенно с выполнением такого жесткого штрафа, да, ты за 4 маны раскапываешь существо за 3, я не верю в это, нет. Возможно, это неправильный перевод, или я неправильно понял, но пока что это выглядит, ну, просто как фул мусор. Я надеюсь, что это просто какая-то проблема с локализацией, или проблема вообще с пониманием картинки. Потому что, если это действительно за 4 маны вы раскапываете просто существо за 3 себе в руку, и если у вас нет существа 2 штуки, то это вообще трэш. Не знаю, как-то это супер слабо выглядит, это, честно говоря, у меня в башке даже не укладывается. Окей, следующая карта это спрятанные предметы, это новое заклинание за 2 маны. Опять же, кстати, как и предыдущее, и еще одно заклинание перед ним, не относится ни к какой школе заклинаний, что очень странно, да, они решили так сиф лишний раз не бафать. Вы раскапываете секрет, он стоит 1 единицу маны. Слушай, ну, за 2 маны раскопать секрет, который стоит 1, то есть в итоге ты как бы все равно 3 маны тратишь на секрет. Ну, ладно, окей, в этом что-то есть. Конечно, секрет маги, наверное, в будущем году особо так не будут играть, но окей, окей, я могу в это поверить. Есть спрятанные предметы, за 2 маны ты раскапываешь нужный секрет, который затем ты сможешь как-то в нужный, скажем так, тайминг разыграть всего лишь за 1 единицу маны. Сойдет. Но, опять же, да, какая-то сомнительная фигня. Вот сомнительная. Что 1, что 2 обычный спелл выглядят, ну, слишком уж слабо по сравнению со всеми другими картами, которые добавляют новым, ну, не новым классом, а другим классом. Супер сомнительно. Следующая карта, еще одно заклинание, это новое редкое заклинание льда на мага за 5 маны, ледяной ткач, наносит цели 4 единицы урона, если она погибает, призывает элементаля воды 3-6 с заморозкой. Ледяной ткач, это, конечно, сильно, но если бы эта карта стоила 4 маны, вот тогда бы мы поговорили. 5 маны слишком дорого, оно не замораживает, оно просто наносит цели 4 единицы урона за 5 маны, извините, фаербол из 2014-го за 4 носит 6. Да, понятно, если оно погибает, призывает элементаля воды, понятно, да, здесь как бы читерство с вэлью получается, и призывается элементаль, который еще может противно морозить, у него противные статы. Очень тяжело, так знаешь, это, ну, вообще трейдить, убирать эту карту, она очень противная, изначально была и сейчас. Но, боже, за 5 маны в 2024-м надо за 4 делать, и тогда это заиграет. Я не знаю, возможно, близзы делают для вот этого вот no minion spell мага заклинания, которые они затем будут бафать, и такие, ну, мы решили, что маг все-таки не играл, мы хотим, чтобы новые архетипы играли, и мы их потом забафаем через полгода. Да, и потом, ну, может быть, что-то заиграет. Как, например, это было, ой, какой-то недавно архетип заиграл вообще разносный, который вообще, ну, нюхал, как говорится, одно дело всю мету, а потом его чуть-чуть забафали, и он начал всех разносить. По-моему, кстати, слизелок, да, вот он был в полном говне, когда его добавили, потом все карты забафали, и он резко стал им бой. Потом обратно отнерфили, ну, то есть я думаю, что с магом будет такая же история, потому что пока эти карты, ну, ни одна меня особо не впечатляет, выглядит суперсредне. Единственной хорошей картой является ошибка на производстве за 6 маны, да, ну, и то штраф, ноу-минин, да, который подразумевает то, что у вас в колоде не будет вообще никаких существ, это все суперсомнительно. Итак, переходим к элементалям, следующая карта это восковой проказник, это 4 маны 2-3, обычный элементально мага, боевой клич, 3-доносит венец урон случайному противнику. Ну, прикольно, 4 маны 2-3, который еще 6 урона, там, распределяемого фигачит с боевого клича, это может вообще полететь не туда, куда ты хочешь. Если я правильно понимаю, то можно случайному противнику, тут не разным противником, а одному, то есть за 4 маны ты можешь 6 урона нанести, как фаербол, еще поставить 2-3 элементаля. Элементаль маг давно пытающийся заиграть архетип, да, я думаю, что здесь они хорошую ставку такую сделали на элем мага, дальше вы увидите в элементалях, да, но я лично изначально с первой минуты добавления элем мага или каких-то там заделов под элем мага 2 допа назад, я вообще в это никогда не верил, и в принципе оно так и оказалось, элем маг выглядит как суперсомнительная темпа колода, которая переезжает вообще все подряд, ну, любая другая темпа дека, поэтому, да. Что-то магу не очень хорошо, будем играть на 5-8 вредного присте. Итак, следующая карта это ледокатчик, это 5 маны, 3-4, редкие элементали, уменьшение боевых клич, замораживая существо противника, вы получаете броню в размере его атаки. Уменьшение, вы понимаете, да, вы получаете еще одного ледокатчика, 1 мана 1-1, который тот же самый эффект имеет, вы замораживаете существо и получаете броню в размере его атаки. Ледокатчик вылез, кстати, чуть ли не самым лучшим элементалем из всех, которые добавляли, мне он нравится. 5 маны, 3-4, хороший контроль, плюс еще вы получаете броню, выживаемость для мага это большая проблема, вы очень часто просто, ну, имеете кучу вариантов хода, но так как вы просто не можете дожить до этого, иногда броня крайне не помешает. Я считаю, что ледокатчик это замечательная карта и с удовольствием заиграет во многих архетипах мага. Вот этого элементаля я уважаю, вот это реально единственный по ходу элем, которого я буду уважать мага. Ну, не забывайте, вы еще можете поставить эту 6 маны, и, короче, элементаля 6 маны 5-5, который разделяет, берет элементаля и разделяет его на 2, ну, ну, и 2 ледокатчика будет хайповых такой, 2 маны, 3, ой, нет, будет, получается, 2 маны и 3 маны, или 2 маны и 2 маны. Блин, сложно считать, по-моему, там округляется в большую сторону, но, короче, хайпово, мне нравится, для контроля магу подойдет очень даже ничего, классная карта. Следующая карта это акварелист, это еще один элементаль, последний, кстати говоря, из нового сета, 4 маны и 4-4, эпический элементаль. Боевый клич, выберете заклинание льда, в начале каждого вашего хода его стоимость умешается на одну нить сумманы. Слушай, жестко, но, конечно, нужно правильно рассчитать, какое ты заклинание льда захочешь играть. Ледяной ткач, которого я показывал, окей, ну, значит, тут идет энергия, знаете, элементаль вот этот вот, в ледяного ткача, если у вас будет только это заклинание льда, ну, и затем вы уже будете, скажем так, в прямом эфире, реал тайм, эту карту бафать, вот. Выглядит прикольно, но, понятное дело, что, если ты захочешь собирать подобного какого-то мага, то, наверное, ты положишь чуть больше, чем два заклинания льда себе в деку, и далеко это не всегда будет ледяной ткач. По поводу того, что вы будете постоянно удешевлять эту карту, ну, и для этого просто нужно играть 4 маны и 4-4 туши, которая, кроме этого, ничего не делает, таргетируя на добор ледяного спыла, который просто потом удешевляется. Сомнительно, реально, все это выглядит как полное говно, не буду уже скрывать, какой-то сомнительный кал навалили магу, очень супер-мега сомневаюсь, что это что-то играбельное. Дальше будут веселые карты, остались только веселые, чтобы вам немного настроение поднять, приподнять любителям мага, да, которые хотят увидеть его в новой красе, но чувствую, что увидим мы максимум дулю. Итак, давайте к веселым картам. Йок из табакерки, это новое заклинание тьмы за 8 маны, эпическая, на мага, разыгрывает 5 случайных заклинаний, если в вашей колоде нет существ, эти заклинания стоят как минимум 5 единиц маны. То есть, в принципе, пофиг, можно играть и без существ, но пул карт уменьшить, да, то есть сократить, да, от 5 маны до, значит, и выше, да, либо играть просто эту картинку замечательную, да, или рандомно генерировать, правильно я понимаю, правильно? И просто рандомно раскидывать 5 спелов, как хочешь, хоть за 0 маны, хоть за 10, насрать. Я считаю, что Йок из табакерки, это тупо классическое заклинание йога, за 8 маны, да, уби, да, уби, 5 этих заклинаний, пофиг вообще, сколько они будут стоить, я считаю, что этот штраф абсолютно нафиг никому не сдался, выполнять условия мы не будем, естественно. Замечательно будет играть вообще в любой колоде, супер, клади, да, уби, да, уби, супер классный рандомный спел раскидает, все, будет тебе счастье. Не раскидает, ну ничего, надо было лучше стараться там колдовать, попотеть, кряхтеть над тем, чтобы эта карта раскидала какие-нибудь сильные спелы. Не пойдет, но не пойдет. Ну, собственно, классная карта в стиле Йоксорона, веселье, хотя бы магу в коем-то веке минимально сохранили. И последняя карта на мага, которую вы показали, это сфера галаксии проекции, галаксии, боже, галаксии, галаксии, супер, реклама Samsung Galaxy прямо в Хардстоуне, 10 маны, легендарный спелл, тайная магия, кстати говоря, заметьте, самые классные спеллы, они относятся к школам заклинаний, все, разыгрывает по одному заклинанию каждой стоимости из примененных вами в этом матче по возможности выбирая противников. Да-да, вы не ошиблись, вы разыгрываете от 1 до 10, например, да, от 1 маны до 10, просто 1 до 14, заклинание, и потом разыгрываете сферу галаксии проекции, и она, конечно же, будет даубить все то же самое, стараясь целиться в лицо оппоненту и в его существ. Классное заклинание, лишним 100% не будет, офигенно, можно его рандомно сгенерировать, получить, либо просто, да, как-то сыграть. Отлично, вообще, не лишний спелл, вы можете сказать, что он тяжелый, но, извините, он за 10 маны будет вам давать вэлью, ну, чуть ли там, короче, от 1 до 10 посчитайте, даже нет, от 0, лол, от 0 до 10 посчитайте, сложите все эти цифры, и столько вот маны вы получите за 10 маны. Вэлью с этой картой всегда будет миллион, если вы, конечно же, по большому счету, больше, чем там 3, 4, даже 5 спелов сыграете, уже за 10 маны вы точно свою ману отобьете, свой вэлью, да. Супер замечательный спелл, относится к тайной магии, то есть он еще будет бафаться, ну, бафать остальные карты, которые бафаются от разных школ заклинаний. Вы его можете сгенерировать в большем спектре рандом-генерации у мага, да, ну, и, в принципе, он зайдет в ноу-миннин мага, да и вообще в любого мага. Я считаю, что это замечательная карта, такая же веселая, как и окость табакерки, ну, и пару хороших карт, ну, собственно, и все. Что ж, ребят, ну, а на этом очередная часть обзора картного дополнения Мастерская Чудайсера подходит к концу. Ставьте лайк, если вы забыли, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и, конечно же, делитесь своим мнением по поводу новых карт в комментариях. Я считаю, что магу, конечно, навалили лютого кринжа, попробуем исправить это дело, попробуем что-то с этим придумать, но пока выглядит все как-то мрачновато для мага. Не чувствую, что здесь появился с новым дополнением какой-то вообще, ну, появится какой-то невероятный новый веселый архетип, нет, совершенно, даже не близко. Если, например, у Преста хочется на 5.8 Престе поиграть, если у ДХа хочется поиграть на большой вариации, то на маге как будто до нихрена не поменялось, просто больше рандома добавили и насрали вонючих элементалей. Как-то это все грустно, но пишите в комментариях, может быть, вы как-то на эту ситуацию смотрите с другой стороны, может, я чуть не увидел. Ну, а за микрофоном был Как Стал Плагиат, огромное вам спасибо за просмотр и, конечно же, увидимся с вами на следующем стриме и в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok